В Барнауле может появиться аллея георгиевских кавалеров и памятник безымянному георгиевскому кавалеру. Такую инициативу сейчас рассматривают алтайские краеведы и общественники. В архивах удалось найти данные об уникальном георгиевском кавалере Александре Алябьеве. Сегодня это единственный участник Первой мировой войны, который обладает 10 подтвержденными георгиевскими наградами, полученными на законном основании. Родился Алябьев в Алтайском крае. Тему продолжим с Юрием Гончаровым, краеведом, который давно и тщательно изучает биографию Алябьева, и членом общественной палаты региона Геннадием Шейдой. Здравствуйте, уважаемые гости. Юрий Иванович, ну, прежде всего, вопросы вам. Вот скажите, как удалось найти такого героя Александра Алябьева и установить, что он целых 10 раз был удостоен государственной награды? Значит, в 2012 году алтайский краевед Краснощеков Андрей Александрович, разбирая дело осужденных в 1921 году, там, за восстание одно, наткнулся на один архивный документ подлинный, в котором сообщалось, что такой-то человек, Александр Абрамович Алябьев, имеет 19 боевых наград, из них 10 георгиевских наград. И, естественно, он, конечно, я причем присутствовал при этом, посмотрел на этот документ, посмотрели. И Андрей дальше занялся, и в 2013 году опубликовал первую его научную биографию. Вот так это дело раскрылось. До этого он был совершенно неизвестен. 19 наград, немало. А вот за что, в принципе, вручали Георгиевский крест солдатам того времени, и насколько это была почетная награда? Награда была для нижних чинов Георгиевский крест очень почетная. Вообще она с 1807 года. Но в 1913 году император Николай II утвердил статут Георгиевского ордена Святого Георгия и Георгиевского креста. Вот для сухопутных войск Георгиевским крестом было 30 позиций, на которых они награждались. И все они на единой позиции были связаны с риском для жизни. Считалась награда очень почетной среди военнослужащих, так сказать, нижних чинов. И когда вручали эту награду, то выстраивался, если была возможность, целый полк со знаменами. И когда приходил Георгиевский крест получать награду, целый полк со знаменами, и все офицеры и солдаты отдавали ему честь. Это было очень почетно и очень торжественно. Какому возрасту Алябьев обладал всеми десятью наградами и за какие конкретные достижения он их получил? Он был участником трех войн. Это так называемый китайский поход 1900 года. Это русско-японская война 1904-1905 года. И Первая мировая война 1914-1918 годов. Он участник всех трех, и за каждую из них он получал какие-то награды. К 38 годам он получил уже все эти 19 наград, в том числе 10 георгиевских наград. Каждый год их получал, что ли? Нет, он получил за русско-японскую войну два георгиевских креста, и за Первую мировую войну еще восемь остальных георгиевских наград. Но там же не только георгиевские кресты, но еще были георгиевские, не дали для нижних чиновников. Их у него полный набор. То есть, кроме того, он имеет офицерский орден Святого Георгия и специальный георгиевский крест для офицеров, с так называемой «светочкой», введенной Временным правительством в 1917 году. У него нет только одной георгиевской награды, это георгиевское оружие. Но по количеству полученных наград на законных основаниях, я еще подчеркиваю, потому что многие получали повторно в связи с путаницей, и таких очень много. Но на законных основаниях, на данный момент, за всю историю русской императорской армии и за современную историю, такой человек единственный. На данный момент. Ну, а вот за что конкретно? Может быть, в каких-то определенных сражениях он участвовал? Он, конечно, он получил за бои под Леонтьяном. Это Леодунский повелосток, который пытались демоктировать Порт-Артур. Там же в другой деревне Сан-Депу называлось «Два георгиевских креста», что проявил неимоверное мужество. И, будучи рядовым солдатом, воевал как офицер. При вылете офицеров он взял команды на себя, и, конечно, это очень тяжелые бои. А в Первой мировой войне он уже получил довольно быстро и щедро Георгиевских креста, потом он получил измонять офицера и уже как офицер получал награды. Ну, это надо долго рассказывать. Мы публиковали очень много о нем. Ну, хотя бы один исторический факт, где он принимал участие, в каких боях, сражениях, как проявил себя. Да, ну, вот у нас в Польше, в одном из боев, значит, его рота занимала позицию и попала на наступление австрийских войск. Он с таковой атаки опротинул эту роту австрийскую, закрепился на их позициях. На него началась атака, ну, там, наверное, не менее полка на роту. Из рота 200 человек. Из роты осталось у него человек 30. Он держал их сутки, и в живых их осталось всего лишь четверо. То есть он был один, и три нижних чина, остальные были убиты все. Но позиции не сдали. Вот за этот орден он получил орден Святого Георгия. Что еще известно о нашем уроженце? Вот. Как вообще сложилась его судьба после трех этих войн? Ну, потом, значит, вообще он... Потом начала Гражданская война. И он был признан в Белую армию. Он был комендантом на станции Алтайская. И мы, значит, вот уже много лет изучаем его, эту деятельность. И можем совершенно точно и определенно сказать, что в Гражданской войне он фактически не воевал. Занимался административной деятельностью. И, так сказать, руки кровью. Ну, односельчан и там... И вообще россиян на нем крови нет. Вот. Но потом, значит, по политическим мотивам, в 1921 году значит, местная Сибирская ЧК сделала, так сказать, ну, соорудила придуманную историю. Причем в 1921 году были непридуманные мятежи, которые организовывали в том числе бывшие офицеры, партизаны и члены партии Серов. Вот политическая задача была убрать партию Серов. Значит, ВЧК сделала такую организацию, а Давид Север Афричон был просто как авторитетный человек. Он никакого отношения к этому не имел. Ну, он был, значит, казнен. Но полностью реабилитирован сейчас, поскольку он сам не во чем не признался. Сейчас будет большая публикация, я отготовлю с одним коллегой своим из Новосибирска. Журнале «Сибирские огни». Мы на основании документов все это очень подробно разбираем. Все это изложено. Кенадий Петрович, ну теперь вот вопрос вам. Скажите, вот на ваш взгляд, насколько важно сегодня увековечивать память героев того времени? Да, к нам в общественную палату Алтайского края обратилась вот инициативная группа, вот, в числе с Юрием Ивановичем. Мы провели совещание, выслушали их точку зрения, и присутствовало три члена общественной палаты, и мы решили, что эта тема достойна для того, чтобы ее сохранить, увековечить. Почему это важно не только для российского общества, но и для каждой семьи? Потому что таких георгиевских кавалеров только на Алтае, более двух тысяч. И сегодня мы видим усилия власти и общества, направленные на связь поколений. К сожалению, Первая мировая война и затем Октябрьская революция, она во многом прервала эту связь поколений. И, например, член палаты Владимир Анатольевич Тарасов, он на заседании сказал, что эта тема важна для сохранения семейных историй. Потому что, почему это важно? Мы считаем, что память о предках это очень важный социальный капитал. И общество не может двигаться вперёд, если оно не будет знать историю. Каждая семья не будет знать, в чём её корни, где её корни. Потому что эти корни нас питают. И семейная история – это важная духовная скрепа сегодня, может быть, даже она важнейшая. Поэтому общественная палата поддержала, считает, что да, вот этот пробел, именно вот этот период российской истории, он по известным причинам, недостаточно изучен. Но в данной истории, когда я общался с коллегами и узнавал мнение их, как они вообще относятся к этой истории, отношения как бы разные. Говорят, ну давайте займёмся живыми, там кто-то говорит, а кто-то говорит, что да, это важно, особенно сейчас. И вот Юрий Иванович рассказал об этом подвиге Алябзьева. И мне говорят, до этого не может быть, из роты осталось 3 человека, из 250 человек. Он что, заворожённый? Возможно, да. Но факт остаётся фактом, да? Да, ну получите. Эта история, она уникальна не только для Алтая, она уникальна для России в целом, потому что задокументировано, что такой человек есть. Поэтому палата поддержала, и мы сейчас рассматриваем различные варианты увековечивания этой истории. Ну вот какие конкретно шаги вы хотите предпринять для того, чтобы сохранить память об этом герое Александре Алябьеве и, в принципе, об участниках Первой мировой войны? Ну, на самом деле, вот, да, инициативная группа с Юрий Ивановичем, они пакет таких предложений подготовили. Это может быть аллея памяти, это может быть стелла, это может быть мемориал из героев разных эпох. Вот. Какому варианту мы подойдем сегодня мы пока не готовы сказать. Возможно, этот вопрос прозвучит и на ближайшей встрече с губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко. Вот. Но уже сегодня я думаю, что наши поисковеды, историки, вот, они могут инициировать эту тему, чтобы ребята, увлеченные историей, две тысячи историй, две, это очень много, вот, и они уже могли бы сейчас уже заниматься исследовательской работой и писать работы вот по героям первой мировой войны, и тем самым формировать и свои семейные истории и развивать социальный капитал. Ну вот, теперь у меня, наверное, будет один вопрос обоим вам. Вот скажите, вообще может ли, вправе ли вот такой герой, как Александр Алябьев, быть символом нашего региона наряду, например, с таким легендарным героем Великой Отечественной войны, как Алексей Скурлатов? Вот могут ли они стоять в одном ряду? Вот, Юрий Иванович, вам слово. Давайте вот мы еще скажем. Когда мы начали заниматься Алябьевым, то было ну, такое вот знание же общественное, что вот такой человек, это чех, что он, значит, вошадка его фамилина, что он имеет 14 георгиевских наград. Вот. Этот чех, лошадка, он похоронен на кладбище в Праге государственном. Ему оказываны высшие государственные почести. Понимаете, когда начали разбираться, оказывается, у него их 9 документарно доказанных. Но он похоронен и Бюстила стоит в зале славы Чехии. Представляете, у него 9 номера, а у нашего 10. то есть у нас вообще уникальные герои, вот мы такую сделали, вот такую сделали, мы потом подснимем. Вот смотрите, у нас Алябьев имеет 10 наград, единственные за историю русской императорской армии, доказанных на данный момент. Возможно, потом появятся и другие. у нас есть Христенко, который имеет значит 4 ордена славы и Герой соцтруда. Он единственный на весь Советский Союз от почти 300 миллионов человек, которые имеют такие награды. У нас есть, например, Шаманов, кавалер Владимир Святого Георгия, говоря, единственный в Алтайском крае такой кавалер. У нас появился парень Юра Жуланов, который повторил подвиг Калябьева, который я вам рассказывал, практически. В нем людей было меньше. Вот военная операция. У нас есть уникальные герои. И это, конечно, надо использовать. Геннадий Петрович, лаконично. Древнегреческий историк Геродон говорил, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. И, конечно, подвиг Алеши это подвиг всей России. И, конечно, нам, жителям, края, приятно, что за образ взят нас житель. Но у этой истории, я думаю, будет своя история. Это очень важно, понимание связи эпох и роли человека, защитника Родины в этом. И какой образ здесь сложится, я думаю, мы получим обратную связь и от зрителей, и от других общественников, и найдем оптимальное решение. Я думаю, что к этой теме мы еще обязательно вернемся. Вам спасибо большое за ваш интересный увлекательный рассказ. А я напомню, что сегодня об Александре Алябьеве, уникальном георгиевском кавалере, мы разговаривали с Юрием Гончаровым, краеведом, который давно тщательно изучает его биографию, и членом общественной палаты региона Геннадием Шейдей. До свидания.